Я вас категорически приветствую. В этом выпуске ученые создали вытрезвитель для мышей, квантовые туннели и русские народные сказки, как заставить тигровых акул работать бесплатно, а также бессмертие в подмосковном Сколково. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Малограмотные граждане обычно легкими планеты называют тропические леса, ну где живет много-много диких обзин. Но на самом деле легкие планеты расположены под бескрайней гладью мирового океана. Именно в океане производится большая часть кислорода, и там же утилизируется углекислый газ. Особенно хорошо с поглощением СО2 справляются морские травы. На всякий случай подчеркиваю, речь не про водоросли. Трава и водоросля это разные растения. Вот картинка для понимания различий. И хотя подводные луга занимают довольно скромную территорию, ну где-то менее 1% морского дна, углекислоту они поглощают, мое почтение, раз эдак в 35 быстрее самого раскидистого дерева. Так что неудивительно, что подводная трава вызывает пристальный интерес ученых. Международная группа океанологов, уточняя карту подводных прерий в районе Багамского архипелага, столкнулась с неожиданной проблемой. Общая площадь Багамских отмелей составляет, ну, более 135 тысяч квадратных километров. Для того, чтобы осмотреть всю эту территорию, понадобится целый полк толковых водолазов. А водолазы нынче в цене. Снаряжение для них дорогущее, да и сами они денег хотят немерено. Поэтому было принято антиводолазное решение. Ученые отловили полтора десятка тигровых акул, прицепили на них видеоаппаратуру с датчиками геолокации и выпустили акул обратно в океан. В поисках добычи. Каждая акула ежедневно преодолевает не менее 10 километров, вдумчиво патрулирует свои охотничьи угодья. Денег при этом не просит вообще. На работу без выходных не жалуется. Вот так, легко и без затей, бестолковые акулы составили для ученых карту подводных травяных полей. Изучив ситуацию под водой акулами, океанологи подсчитали, что площадь морских лугов составляет от 66 до 92 тысяч квадратных километров. А это примерно в половину больше, чем они предполагали ранее. Тут надо отметить, что тигровые акулы являются крупнейшим хищником тропических морей. Бывает, набрасываются даже на людей. И по кровожадности уступают, ну, разве что, большим и очень большим белым акулам. Что тут сказать? Отважные граждане, эти самые океанологи, такие не только акулами, эти даже скунсом не побрезгуют. Ну, в интересах науки, понятно. Интересно, а каких еще свирепых тварей они заставят работать вместо себя в следующий раз? Ну, а мы уверенно движемся к отрезвляющим новостям науки. Но сперва немного про другое. Хакеры бывают разные. Одни коварно похищают ценные данные, а потом шантажируют честных граждан. Другие белые хакеры вполне официально ищут дыры в защите. Ну, чтобы следом пришли программисты и все залатали. Ломать, как говорится, не строить. Поэтому толковым программистам зачастую платят не меньше, а то и больше, чем этим самым белым хакерам. Ну, а освоить такую полезную профессию можно, начав с языка программирования Python. Python — это универсальный язык. Им просто пользоваться, его несложно выучить. Ну, тут, конечно, недостаточно просто посмотреть пару вебинаров или полистать умную книжку. Нужен и опытный наставник, и обучение на реальных кейсах. Найти все это можно на курсе Python Разработчик в Skill Factory. По окончании курса получишь шесть собственных проектов в портфолио и четкое представление о реальных задачах, которые ставятся перед программистом на Python. Карьерный центр Skill Factory поможет с трудоустройством. Ну, а если после окончания обучения не получится найти работу, вернут деньги. А по коду ОПЕР при регистрации на курс сможешь получить скидку 45%. Подробности по ссылке под видео. Журнал Cell Metabolism, то есть клеточный метаболизм, опубликовал результаты по-настоящему важного исследования, в рамках которого изучали способ, позволяющий быстро и эффективно протрезветь. Надо ли объяснять, насколько важна данная научная работа, особенно учитывая надвигающийся сезон рыбалок и шашлыков? Засучив рукава и протерев пробирки, ученые из Техасского университета приняли решение изучить вопрос острого алкогольного опьянения как следует. Ну, разумеется, не на себе, а на подопытных лабораторных мышах. Тут надо пояснить, что пристрастие ко вкусному и питательному алкоголю наблюдается не только среди людей. Многие животные потребляют пищу, богатую простыми сахарами, ну, к примеру, глюкозой или фруктозой. При брожении таких продуктов образуется этиловый спирт, который нарушает двигательные и когнитивные функции организма, что довольно опасно для любого пьяного скота. В дикой природе вытрезвителей нет. Нет, пока будешь валяться пьяным под кустом, тобой самим может кто-нибудь закусить. Поэтому те животные, которых в ходе эволюции по пьянке не сожрали, вот такие животные научились вырабатывать особый гормон, прицельно нейтрализующий этанол. Называется он FGF21. И крепкая звериная печень немедленно начинает его вырабатывать в ответ на алкогольное отравление. Поступая в кровь, данный гормон проникает через гематоэнцефалический барьер в мозг и запускает в мозгу специфическую реакцию, в результате которой в организме резко обостряется жажда, а вот интерес к алкоголю наоборот падает. Кроме того, гормон FGF21 еще и немножко защищает печень. Ну, у такого животного, как человек, данный гормон тоже имеется. Но несколько тысяч лет назад люди научились получать из забродивших плодов и ягод массу интересных напитков, употребление которых не предусмотрено заводскими настройками организма. Печень в базовой комплектации с поступающими объемами напитков не справляется. Организм в целом не в силах выделить достаточное количество гормона, дабы нейтрализовать вкуснейший алкоголь. Но, как показали опыты на мышах, если зверушку сперва напоить до беспамятства, а потом вколоть ударную дозу гормона, опьянение резко отступает и проходит, как говорят, раза в два быстрее, чем без отрезвляющей инъекции. В общем, крайне полезные исследования проводят в Техасе. Осталось только выяснить, можно ли гормон, извлеченный из мышей, колоть зверям побольше. Чтобы, к примеру, в разгар корпоратива главбух могла шернуться мышиной вытяжкой, ну, чтобы мгновенно прийти в себя и с новыми силами ринуться в чат кутежа под известный хит «Седая ночь». Скорей бы уже. В день космонавтики даже такие приземленные люди, как Дементий, мечтают хотя бы ненадолго ощутить себя покорителями звезд и далеких галактик. А на случай, если надо вот прямо сейчас срочно вылетать на орбиту, смотри-ка, Дементий туда уже засобирался, но лучше предусмотрительно обзавестись провиантом. Провиант можно заказать у Фудбенд со скидкой по коду ОПЕР. Доставка работает круглосуточно в любой день недели. Заказы развозят по всей Москве. Меню обширное. Например, пицца с грибами и колбасой, крылья барбекю и жареная картоха с грибами. Именно это в представлении Дементия просто космос. Для отважных гурманов есть пицца «Том-Ям», а для их стройных спутниц роллы и покебоулы с лососем. Если же собралась компания друзей, чтобы вместе что-то посмотреть, можно набрать на всех креветок в панировке. Ну и с франшизой Фудбенд можно открыть свою пиццерию в любом уголке обитаемой вселенной. Как говорится, как тебе такое, Илон Маск? А если просто хочешь поесть, напоминаю, с кодом ОПЕР можно получить космическую скидку на все меню. Ссылка под видео. А вот немецкие нейробиологи из института Макса Планка решили для разнообразия не пить. Вместо этого они прогнали через томограф сотню человек, среди которых были как коренные жители, с рождения говорящие на немецком, так и мигранты, для которых родным языком являлся арабский. И тут выяснилось, что речевые различия самым непосредственным образом отражаются на структуре нервных связей, а именно в плотности и расположении белого вещества, который является проводником, связывающим отделы мозга. У германо-говорящих добровольцев оказалось сильно развито левое полушарие, по слухам, отвечающее за логику и рассудочную деятельность. А у тех, кто больше изъясняется на арабском, преимущественно развиты связи между левым и правым полушарием. Немецкие ученые объясняют такую разницу тем, что в немецкой речи порядок слов в предложении существенно влияет на смысл сказанного. И это требует постоянного анализа и ясного понимания, как можно говорить, а как категорически no, nicht, nein. А вот при общении на арабском трудности совершенно другие. Там корень слова чаще всего состоит из трех согласных, которые еще попробуй выговори. Также в арабском языке существует масса похожих слов с абсолютно разным значением. Так что приходится все время прислушиваться, что там тебе такое говорят. Ну и плюс написанное на арабском надо читать справа налево. Это с точки зрения немецких ученых тоже может оказать влияние на формирование мозгов. А еще исследование показало, что в головах мигрантов, которые немножко пожили в Германии худо-бедно освоили немецкий, начинают выстраиваться новые линии связи. А прежние структуры, что немаловажно, при этом сохраняются. Из сказанного выше можно сделать вполне логичный вывод. Граждане, изучайте языки. Вашим мозгам от этого сплошная польза. Конечно, жаль, что германские нейробиологи не заглянули в бошки русскоговорящих мигрантов. Было бы интересно взглянуть на результаты таких исследований. Ну да, надо думать, это всего лишь вопрос времени. Кстати, в комментах постоянно пишут, а что там с отечественной-то наукой? Есть ли у нас хоть какие-то достижения? Ответ простой. Достижения есть. Следующая новость, как раз про них. Несмотря на то, что транзисторы из двухслойного графена известны уже лет 15, как ученые никак не могли понять, и как они вообще работают. Транзисторы, не ученые. Главной загадкой оставался механизм движения электрона в промеж слоев этого графения. Была, конечно, пара догадок, но там либо электроны ловко скочат через энергетический барьер, либо проходят его насквозь благодаря квантовому туннельному эффекту. Как сказал бы один сказочный персонаж, вызывает интерес ваш технический прогресс. Как там ходят электроны по туннелям, али без? Но, поскольку электроны мелкие и быстрые, а многие ученые крупные и неповоротливые, то достаточно долго гипотезу проверить не получалось. Физики, конечно, оправдывались. Говорили, мол, истина уже где-то рядом. И для определения оной не хватает сущей мелочи. Сверхчистого графена. А такой попробуй раздобыть. Все время получается какой-то чумазый, в котором из-за примесей ни хрена не разобрать. Ни то там барьер, ни то наоборот туннель. Однако, совсем недавно российские специалисты таки добыли вещество нужной степени очистки. И теперь в центре фотоники и двумерных материалов МФТИ придумали еще и способ, как объяснить природу этого вот загадочного Пи-Эн-перехода в графене. Обычно при нагревании материала сопротивление Пи-Эн-перехода снижается. Электроны получают дополнительную энергию и значительно резвее начинают скакать через энергетический барьер. Однако, нагревание графена вызвало обратный эффект, увеличив сопротивление. Из чего был сделан вывод, что в двухслойном графене электроны движутся именно благодаря квантовым эффектам. Схема эксперимента в наличии. Но выяснили и выяснили, дальше-то че, спросит далекий от прогресса гражданин. И ученые ему незамедлительные ответят. Сочетание туннельного эффекта и повышенной подвижности электронов в графене открывают невиданные перспективы. Ибо достичь столь высокой энергоэффективности на привычных материалах решительно невозможно. Так что в будущем следует ожидать появления графеновых переключателей, детекторов, а также продвинутых химических и биологических сенсоров. По крайней мере, именно так заявляют авторы исследования из МФТИ. Но главное теперь, чтобы это самое практическое применение реализовали именно наши инженеры и ученые, а не какие-то там другие. Они тут захапают наш чистый графен своими лапами и начнут в нем гонять наши электроны туда-обратно. А нам это не нравится. Мы такое не любим. Ну а теперь, когда уже ученые откроют секрет вечной жизни, чтобы у тебя наконец-то хватило времени насладиться режиссерской версией «Властелина колец». Не волнуйся, мой дорогой смертный друг. Сейчас поделюсь с тобой этим сокровенным знанием. Изобретатель и футуролог Реймонд Курцвайл третьего дня обнадежил мировую общественность. Говорит, потерпеть осталось самую малость буквально лет семь. Типа уже в 2030 году люди умирать перестанут. Обеспечить бессмертие по соображениям гражданина-футуролога нам помогут нанно-боты, которыми начнут шпиговать человеческие тела с целью забороть все болезни и повернуть процессы старения вспять. Ну а в перспективе еще и загрузить в цифровое облако твое сознание. Вот можно будет сожрать жменю наноботов, которые реализуют сокровенную мечту многих граждан жрать все подряд и не жиреть. Ибо крошечные роботы смогут анализировать поступающую еду на предмет полезности и походу закажут через интернеты нужные для тебя витамины. Казалось бы уже неплохо, но Рея понесло. Он вывалил перед ошарашенной общественностью еще одно откровение. Готовьтесь, говорит, суки, в 2045 году наступит полная и безоговорочная сингулярность. То есть произойдет слияние человеческого разума с цифровым интеллектом. В результате чего людишки смогут поумнеть ну примерно в миллиард раз. Что ознаменует появление нового сверхсущества постчеловека. А вот что будет дальше? Ну тут не в состоянии предсказать даже такой матерый провидец как Курцвайл. Очевидно как бы намекая отсыпьте дедушке двойную дозу наноботов и я вам тогда все расскажу. Надо заметить когда-то этот Ray был крайне толковым программистом. Например разработал оригинальную технологию сканирования изображений которую потом запродал конторе Xerox но это которая известна у нас как Xerox. Его контора Курцвайл Music Systems в 1984 году выкатила ну довольно неплохой синтезатор звучание которого практически не отличалось от живых инструментов и эту свою контору Ray удачно запродал южнокорейскому производителю музыкальных инструментов которого впоследствии купил Hyundai самого Курцвайла там назначили директором по стратегическому развитию в 2012 году Курцвайла пригласили поработать в Google причем пригласил не Обыкто а со основатель конторы Ларри Пейдж казалось бы налицо классическая история успеха все как любят креаклы Атлант расправил все что можно но не все истории с Курцвайлом такие прикольные в начале 80-х у него диагностировали диабет лечить который Ray принялся всякими сомнительными практиками при этом обвешивался капельницами и без устали горстями жрал таблетки за два десятка лет непрерывного лечения Ray дошел до того что в день принимал приготовься по 250 пилюль запивая их десятью стаканами ионизированной воды и десятью чашками зеленого чая ну иногда еще засасывал по два стакана красного вина ну пока что все звучит логично сожрать в сухомятку стакан таблеток это не каждому под силу по мнению самого Курсвайла подобные процедуры должны были перепрограммировать его метаболизм в перерывах между приемами конских доз медикаментов он без устали строчил книги про одушевленные машины компьютеры высунув язык писал Рей вот-вот станут умнее человека ну а потом и сам человек превратится в машину отказавшись от биологического бренного тела в этом году Курсвайл отметил 75-ти летие так что для него перспектива переноса сознания в компьютер обретает все большую значимость ну а если дождаться сингулярности как-то не удастся Рей уже договорился с креонистами из конторы Алькор где его тело готовы оперативно заморозить в жидком азоте с прицелом на дальнейшее воскрешение ну про креонистов кстати делали отдельный ролик если не видел найдешь на известном ресурсе будем откровенны помирать не хочется никому с античных времен состоятельные граждане только и думают о том как бы с накопленными капиталами еще хотя бы немножечко пожить ну хотя бы лет 200-300 чисто перекантоваться так что ничего удивительного или нового в таких идеях гражданина Курцвайла нет в его истории примечательно другое в 2008 году он основал контору под названием университет сингулярности это коммерческая структура цель которой цитирую улучшить жизнь одного миллиарда людей в ближайшие пять лет вот на их сайте так и написано одному миллиарду не каким-то там восьми которые проживают на планете земля а ровно одному достичь интересной цели ну согласно заявлениям сингулярного университета вполне можно если проявить определенный образ мыслей лидерам крупных корпораций мировых правительств стартапов и некоммерческих организаций чтобы они повсеместно внедряли современные технологии во имя светлого будущего светлого как ты понимаешь не для всех в общем любой даже начинающий конспиролог от таких откровений должен восторженно взвыть наконец-то мировое правительство вышло из тени наконец-то нам вот-вот покажут рептилоидов если зайти на сайт университета в списке учредителей рептилоидов пока что-то не видно зато есть такие мега компания как NASA Google Cisco Nokia Autodesk и многие другие которые напрямую связаны с самыми что ни на есть высокими технологиями сейчас активных филиалов университета насчитывается 57 штук в 28 странах мира одно из подразделений функционирует в соседском Казахстане кстати совсем недавно в 2016 и в 2017 годах открывались региональные отделения в Киеве и в Москве ныне официально не действующие судя по данной публикации российское отделение этой самой сингулярности посещали представители весьма важных для нашей страны компаний ну а дружба сингулярности с инновационным центром Сколково началась в 2012 году 10 лет назад в Подмосковье бодро анонсировали совместные программы проводили семинары с молодыми лидерами и все это довольно широко освещалось в СМИ вот обратите внимание на заметки тех лет предполагалось ли вхождение граждан России в тот самый миллиард людей жизни которых должны были стать лучше благодаря данному университету ну и теперь уже очевидно что нет не входили так что путь в светлое да еще и высокотехнологичное будущее нам ну как обычно придется искать самим вот такой вот сюрприз никогда такого в истории родной страны не было и вдруг опять ну в любом случае с интересом будем посмотреть сбудутся ли к 2030 году прогнозы Реймонда Курцвайла ждать то осталось недолго возможно многие из нас даже доживут появятся ли в итоге лечебные наноботы или же гражданам так и придется жрать таблетки горстями скоро все узнаем как там говорили в книжке пролетая над гнездом кукушки достаточно просто немного подождать а на сегодня все до новых встреч до новых встреч